Доброе утро, друзья! Добро пожаловать в новое видео! Впереди у нас выходные. Мы с Мирончиком только что проснулись. Папа нашего не обнаружили дома. Наверное, он ушёл на фитнес. Ничего не сказал вчера. Сейчас позавтракаем и поедем закупаться на рыночек, магазины. Сегодня суббота. Я сразу с самого утра хочу сварить компот. У меня осталось много фруктов. Уже здесь у меня варится вторую кастрюлю сразу сварю. У меня остаётся очень много разрезанных яблок, которые Мирон берёт с собой в садик. Слива, вишня, персик. Папа, повезет! А что ты? Я не потисти, что я не люблю. Ты зубы не потисти. Ну давай иди с зубки. Ты что, на фитнесе был? Да. Ты вчера ничего не сказал. Мы проснулись, тебя нет, мы тебя потеряли. Потеряли, реально? Да. Я думал, вы сейчас проснётесь ещё. А я так вроде бы тихо ушёл-то. Чё у вас тут происходит? Чё у вас тут происходит? На завтрак у нас овсяная кашка. Я помыла голову и одела шапку, потому что у нас даже пару за рта так похолодало. Десять градусов всего лишь. Витина, мама любезно согласилась Мирончика принять. Мы сейчас отвезём Мирона и поедем закупаться. Мирончик на меня глядя говорит, мама, достань мне тоже шапку. Мирончик, ты к бабушке хочешь, сынок? Да. Ладно, сынок, хорошего тебе отдыха. О, бабушка уже нажала. Быстрее открывай. Удачи, сыночек. Удачи, мама. Я люблю тебя и буду скучать. Яна, я буду. Скоро увидимся. Яна. Пока. Сдали нашего сыночка, поехали закупаться. Как красиво солнышко светит, но оно уже такое холодное. Могин, алло. Мы прошли на рыночек. У нас здесь помидоры, вот этот фрукт, помидорки черри. О, кстати, вот это вот маленькие, они как киви внутри. Один еврик. И инжир, и виноград всякий разный. Виноград один еврик. Здесь такие крупные яблоки. Смотрите, огромные. И рядом груши. А вот это что такое? Я это ни разу не видела. Что это может быть? А, может быть, оливки, нет? Манго, лаймы, корень сельдерея, тыква, дыни, цукини. Здесь всё продаётся ящиками. Оптом можно купить хурму, манго, мандарины, лимоны, лайм. Мандарины, гранат и крупный гранат. Помидоры, цукини, батат, лимоны, огурчики, помидорчики. Мы закупились на 9 евро. Я, видите, говорю, я так благодарна этому мужчине. Он с таким добром всегда к нам и всегда нам скидки делает. Мы приехали в норму. Мы берём мёд. Возьмём вот этот жидкий. Кстати, в норме он всегда настоящий, натуральный мёд. Когда я была беременна Мироном, я вязала. Смотрите, какая огромная просто бобина ниток. И вот ещё такая же. Можно что-нибудь связать красивое. Всё, мы закупились. Закупились на 74,45. Ну и мы в Альде ещё решили заехать. Клубничка ещё последняя. Смотрите, хорошо выглядит. 2,79 евро. И малина тоже крупная, классная. 2,39 евро. Что-то никогда не обращала внимания на полбу. А она, оказывается, здесь продаётся. Может быть, сварить как-нибудь один раз, попробовать. Сейчас всё летнее распродаётся. Вот такой домик, смотрите, прикольный, кстати, деревянный. Был 50 евро, теперь 15 евро. Вот это, кстати, мы любим в лаваше. Что-нибудь такое с овощами. И это тоже веганское. И сои. Что-то типа курицы 2,49. Здесь и в калит даже продаётся. В Альде у нас закупка на 28 евро. Мы уже дома. Вся наша закупка продуктов вышла на 112 евро. Из ягод взяла клубнику, малину, инжир. Белые шампиньоны 400 грамм. Вот эту грушу Мирон любит. И упаковку чеснока. Взяла упаковку красной фасоли, кукурузы, нута. И такие две большие красные фасоли. Натуральный тофу, копчёный тофу. Взяла вот эту курицу. Сделаем тоже в лаваше что-нибудь вкусненькое. Колбаски веганские. И по лбу. Взяли в норме круассаны. Красный лук. Буду готовить суп. Фисташки. И лепёшки. 2 килограмма местных яблок. Бананы. Айсберг. Мандарины. И кукурузные палочки. Влажные салфетки. Пена для бритья. И взяла 2 соевых йогурта. Взяли макароны. Барила по килограмму. Помидорки черри. Полбиная мука. 3 килограмма. 630 сорт. Мёд. Овсяное молоко. 2 литра. И взяла рис басмати и пропаренный рис. Взяла эвкалип. Мне очень нравится, как он выглядит. Как он пахнет. Поставлю на стол. И специально оставила вот эти фрукты, которые мы купили на рыночке. Потому что я не знаю отдельно цены на эти продукты. Но всё вместе нам вышло на 9 евро. Взяли вот эти крупные яблоки из ящика, груши, лимоны, хурма, манго, огурцы и помидоры. Мне так нравится эвкалипт. Он такой красивый. На обед приготовим тыквенный суп. Теперь вот эту красоту отправляю в духовку. На 40 минут, может быть даже на 50, до готовности тыквы. Тыкву разрезала пополам. Сюда добавила красный лук. Сюда добавила помидорки черри. Чесночок целиком поставлю запекать. Одна маленькая паприка. Три морковки, тоже небольшие. Всё взбрызнула оливковым маслом. Посыпала розмарином и орегано. Кстати, можно немножко посолить. Я не посолила. И отправляю в духовку. И как раз поставлю запекать домашний наш хлеб к супу. Сварю вкусный овощной бульон. Закидываю корень сельдерея. Сюда же лук-порей. Морковку и палочки от помидор. Столовую ложку сухого овощного бульона. У меня вот такой. Довожу теперь до кипения. И буду варить 20 минут на медленном огне. Я достала тыквенные семечки. Сейчас я их промою. И закину потом в выключенную духовку просушить. У меня маленькая тыква была, но семечек в ней немало. Домашний компотик сварила. У меня там ещё пол кастрюли осталось. Так что теперь будем пить компот. Ни сахар, ни мёд, ничего не добавляла. Он и так вкусный. К супу у меня остался вчерашний хлебушек. Я его мелко нарезала. Здесь у меня растительное масло, чеснок, орегано и соль. Сейчас это всё взбрызну и отправлю в духовку. Бульон готов. Мои овощи готовы. И как они шикарно пахнут. Сейчас я буду доставать ложкой тыкву. Чеснок тоже выдавлю. Помидорки, лук и паприку. Просто закину в блендер. Тут так всё вкусно. Смотрите, помидорки, сок дали, лук. Сок дал. Я уже в блендер всё закинула. Теперь к овощам добавляю овощной бульон. Сухарики готовы чесночные. Наш хлебушек домашний на закваске. Всё, супчик готов. Сухарики мои тоже готовы. Вот так вот всё выглядит. Хлебушек надо нарезать. Я уже попробовала. Немножко довела солью до вкуса. И вы знаете, это просто что-то невероятное. Тут столько вкуса. Это настоящий вкус осени. И в сезон, я думаю, что обязательно надо готовить тыквенный супчик. Было очень вкусно. Уже вовсю показывают рождественские фильмы. Мы включили любите куперов. У нас сегодня так похолодало. 15 градусов всего лишь. Ну ладно, ещё сегодня тепло. Потому что с завтрашнего дня будет 10. А ночью 2-3 градуса. Поэтому мы сейчас заберём Мирончика. И поедем спасать наш огород. Мы едем за Мирончиком. Уже по нему соскучились. Мне кажется, он с бабушкой готов проводить время. Просто трое суток без перерыва. Но не у всех есть столько энергии. Но в любом случае, я всегда очень рада с бабушкой побыть. У нас так ветрено. Холодно. Мы тут разглядываем, что Мирон готовил. Он у нас юный кулинар. Вот из чего он это мог приготовить. Это водоросли. А, водоросли. Мама, это молоко мы сделали. Овсяное молоко они даже тут сделали. Сушёные грибы он перемолол. Зелёные водоросли он тут с чем-то намешал. Сколько он вам продуктов перевёл. Мирон, ну что у тебя за жижи тут? Ладно. Бабушка. Да. Это пахнет или ванает? Ванает. Смотрите, этот ребёнок с бабушкой научился шить. Он показывает, какой, говорит, я путь мам простроил. Мама, посмотри, мама. И настоящей иголкой шили? Да, мама. Так она ещё висит там. Да, мама. Мама, я думаю, мама, да. Надо сядать скорее и сядать надо ещё скорее. Угу. Потом. Ну всё, пойдём. Мирон, мы по тебе скучали с папой. А ты по нам скучал, сынок? Да. Приехали мы в наши родные просторы. У нас дождь был, всё мокрое. Тут такая жижа, блин. Забираем сегодня по максимуму всё с огорода. О, даже перчик пожелтел. Заберём перцы тоже все. Зелёные тоже я сниму. Потому что уже смысла нет ждать, пока они пожелтеют, покраснеют. Три градуса будет ночью. И какая свеженькая мятка красивая выросла. Я же всё срезала. Смотрите, базилик тоже начал расти. Молодые листики. Клубничка краснеет. Вот этот очень хороший сорт. Удачный мы такой взяли. Всё время, всё лето росла клубника. Здесь тоже, смотрите, крупная какая. Брокколи можно вот эти побеги собрать. Они тоже очень вкусные. Помидоры эти соберём. Они вот чуть-чуть начали краснеть, но уже будут дома тогда дозревать. Витя ещё нашёл цукини. Цукини нас вообще не подводили это лето. Не знаю, есть ли там что-то с картошкой. Выросла она, не выросла. Но, по-моему, она у нас даже не цвела. Так что я не думаю, что там что-то выросло. Брокколи здесь классный такой качанчик должен был вырасти. И рядом. У меня здесь тоже рядок брокколи. Брокколи прям вообще разошлась под конец. Смотрите, и здесь. Лук-порей сегодня мы должны вырвать. Тоже у меня здесь рядочек. Хотя лук-порей, наверное, я сейчас не буду вырывать. Потому что до заморозков. Три градуса это же ещё не заморозки. Просто у нас сейчас холодильник забит. Я даже не знаю, куда его положить. Мирончик что-то там у нас срывает кукурузу. Что это у тебя? У меня тут ещё свёлкла. Я совсем про неё забыла. Вырвать её, наверное, уже. Вряд ли что-то ещё вырастет. Или она растёт. Даже не знаю. Витя тыкву нашёл, цукини. Целый пакет перцев. Смотрите, зелёный всё собрала. Пол пакета зелёных помидор. Насобирала брокколи свеженькие побеги. Витя ещё немножко помидорок сорвала. Немножко зелёного лучка. Остатки роскоши. Мы тут, наверное, только минут 20 побыли. И замёрзли. И так уже хочется домой. И ничего не хочется. Ждём, пока Витя срежет у нас ещё один лук-порей. И поедем домой греться. Вот наступила осень. Как приятно весной находиться на свежем воздухе. И как уже неприятно осенью. Хочется залезть под тёплый плед. Взять чашечку горячего чая. И с каким-нибудь пирогом наслаждаться перед телевизором. Наш осенний урожай. Хоть чуть-чуть. Но всё равно приятно. Столько глины налипло. Даже страшно машина садится. Так в машине даже уже хорошо, тепло, уютно по сравнению с улицей. Мирон только зашёл домой и сразу шить. И представляете, он правда шить научился. Он говорит, я сначала выбираю маму место. Вот так вот он шьёт. Вот таким стежком. Молодец, Мирончик. Да и мне не надо помогать. Представляете? Не хочется ничего такого сложного на ужин выдумывать. Я просто сделала с авокадо тосты, огурец, помидор, солёный огурчик. И обжарила вот эту колбаску, которую сегодня мы купили. Вот такие тостики. И чай с мятой. Всем доброе утро, друзья! Сегодня мы с Юлей решили опять сходить в поход. Уже сами скачали программу и пойдём по маршруту. Маршрут очень простой, недолгий, без подъёмов. Буквально там один час по красивым видам. Прогуляемся и вернёмся домой. К нам, кажется, уже пришла зима. Ночью было только 5 градусов. Представляете? Витя выходил, выносил мусор и говорит, там уже зимой пахнет. Так что на улице холодно, но это и хорошо. Воздух особенно свежий. На завтрак у нас сегодня тарелка с овощами. Тут всякая разная зелень, авокадо. Достала свою красную капусту, которую я недавно заквасила 3 дня назад. Кстати, вкусная получилась. Чуть-чуть попробовала. Здесь веганские сосиски, веганская курица, кетчуп, ароматный чай с мёдом и мятой и лепёшки. Будем заворачивать и кушать, завтракать. Мы выкладываем вот так вот зелень, всё-всё-всё, что у нас было на столе в лепёшку. Заворачиваем. У Вити свой метод. Он вот так всё это заворачивает. А у Мирончика вот такой метод. Вкусно, сынок? Я ещё подогрела на сковородке немножко. Очень вкусно, сочно. Всегда этот завтрак на ура. И, кстати, вот наша капуста, она так идеально заквасилась. В Германии продают в магазине, но она уксусом как будто бы сильно пахнет. Прям такая резкая. А это очень вкусная, вообще вкусняшка. Мы её почти всю съели. Только я сказала, что я хочу пойти в поход. Как Витя сразу собрал Мирона к бабушке. Да, Мирончик? К бабушке? Да, ты хочешь к бабушке? Да. И папа хочет тоже, чтобы ты к бабушке пошёл. У меня. Удачи, сыночек. Мама, а на стоящее течеятые пси тапают. Да, чудо. Пока, сынок. Пока, мама. А мама, а представляете, Настя, всех не будет дома. Ну да. Так свежо на улице. Даже не верится, что пришла зима. Всё воскресенье сидеть дома скучно, а прогуляться по красивым местам идеально. Тем более, что когда ты идёшь, тебе всегда жарко. Всё, мы с Юлей собрались. Она за мной заехала и будем выезжать в город Золинген, да? Угу. Здесь такая речка красивая, мы вдоль неё, наверное, пойдём. И смотрите, сколько желающих здесь погулять. Машины стоят. Мы паркуемся и скоро будем выдвигаться на нашу тропу. Вот просто зацените, в какие места мы приехали. У нас сегодня пробный такой маршрут, всего лишь 6 километров. Посмотрим, как мы ориентируемся с этой программой. Во всём разберёмся, а заодно прогуляемся. Всё, мы заходим в лес и пошли гулять по лесочку. Мы решили к речке подойти. Такое сильное течение, но она не глубокая. Кстати, выглядит, как будто здесь купаться можно летом. Просто в Германии это такая редкость. Где-то вот просто взять в водоёме и искупаться. Только в определённых местах можно. Но здесь вот выглядит хороший заход в воду. Может быть, собак здесь купают. Выглядит классно. Такая речушка. Где-то вдалеке слышно, как лошадка цолкает. Красивые виды, спокойствие, умиротворение. То, что нужно. Вот отсюда начинается эта речушка. Она здесь такая маленькая, но очень темпераментная. Там что-то типа мельницы даже крутится. Но предположили, что это течение сдерживает. Такой уютный домик. Наверное, там кафешка. Ну, там в окошке торчат ножи. Что-то они там представляют свою коллекцию. Наверное, ножи здесь точат. Мы сможем даже подойти. А здесь открывается уже просто какой-то невероятный вид. И стало понятно, почему вот там вот что-то типа мельницы. Потому что здесь, правда, очень сильное течение. Так красиво вода шумит. Очень приятный такой для ушей звук. Идем-идем по такой прекрасной дорожке вдоль речки. Поднимаем голову. А здесь какие-то скалы. Вообще просто что это. Невероятно. Мы зашли уже вот на этот мостик. И, видимо, мы сейчас перейдем через речку. И наша дорога пойдет назад. Так быстро она закончилась. Но она была такая красивая. Такая прекрасная. А представляете, когда начнется золотая осень? Какие здесь будут пейзажи? Такие интересные деревья здесь с корнями. Корни прям сверху. Как на подушке, да, дерево? И вот это тоже с лавочкой. Очень красиво. Здесь каждый раз идешь и удивляешься. Сейчас мы удивляемся вот этим соснам огромным. Каждый раз идешь. Ух ты, река! Ух ты, скалы! Ух ты, сосны! Кстати, смотри, там тоже дорожка. Лес сменился на равнины. Небо такое, хоть и темное, осеннее, но очень красивое. Вообще, несмотря на похолодание, очень приятно гулять. Не холодно, не жарко, а прям оптимально. И такой вкусный свежий воздух. Маленькие уютные пряничные домики мы проходим. Очень красиво. Приятно очень глазу. Ну что, мы обошли этот лавдопад уже с другой стороны. Видите, там, где люди идут, мы сначала там стояли. Теперь мы уже на другой стороне. И какой прекрасный шум воды. Нас эта большая вода так и притягивает. Мы даже залезли на камни, чтобы быть поближе. У меня вот такие речки во сне часто снятся почему-то. Что я на какой-то такой каяк или лодка, или байдарка, наверное, правильно будет. Что я на ней несусь, и вот это течение меня несет вперед. И это вообще-то классно и захватывающе. Такие сны мне снятся иногда. Хотя в реальности у меня такого опыта нет. Я ни разу не каталась на байдарке или на каяке. Это только сон. Может быть, какой-то знак. Короче, мы с Юлей заметили, что как только мы сюда пришли, прошлись, прогулялись, наше настроение взлетело до небес. Все-таки как много ресурса в обычных прогулках, в природе. И это все бесплатно. Просто бери и пользуйся. Мы проходим мимо гусиной фермы. Они здесь так гогочат, создают атмосферу. Наш маршрут закончился, но нам прям не хватило, было мало. Поэтому мы пошли, увидели дорогу и пошли. Сейчас я вам ее покажу. Смотрите, какая прелесть. Маленькая уютная дорожка, и она прям в лесочек какой-то уходит. Я говорю, смотрите, тут, наверное, лоси ходят гулять, потом поднимают глаза выше, а они вот здесь уже гуляют. Короче, мы вот еще и на животных диких посмотрели, какие красивые рога. Мы уже и гусей видели, и лосей видели, и кого здесь только нет. Мы попали, Юля говорит, в какой-то заповедник. Мы просто уже нарвались даже на лосей, на оленей. И они такие красивые, и такое красивое место. И смотрите, вот по такой дорожке мы идем и поднимаемся чуть выше туда в лес. Мы присели на лавочку. Смотрите, тут такая лавочка в лесу. И с таким панорамным видом. Я сижу и просто не могу поверить, что это реальная картинка. Очень красиво. Иногда полезно свернуть с маршрута, немножко подняться и посмотреть с высоты на все, что нас окружает. Мы вышли из темноты. Ну, сейчас уже, конечно, не так темно. Но посмотрите, как здесь светло. Еще одни животные на нашем пути. Коробки на альпийских лугах. Такие коробки прям ухоженные. А эта, смотрите, какая смешная. С прической на голове. Барашки, привет! Ой, какой классный маленький малыш. Ты такой красивый. Все дети прекрасны. Вот эти все заборы под электричеством. Даже слышно, как ток стучит. Бедные животные. Ну и вот бедные мы, если мы до этого дотронемся. Мы спустились вот с этого лесочка. Гуляем. И проходим уже второй раз мимо вот этих домиков. Но теперь мы уже движемся в сторону машины. Мы сделали два больших, хороших круга. Надышались, нагулялись. И вот сейчас уже прям чувствуется, что хорошо, достаточно. Здесь еще такое главное не переборщить. Ну вот мы и пришли. Сейчас уже будем садиться в машину. Хорошо прогулялись, подышали. Вытащили себя из рутины, из семейной жизни. И как это прекрасно. Мы сейчас с Юлей поблагодарили друг друга. Я поблагодарила Юлю за то, что она меня вывезла. За то, что она разобралась в этом приложении. Она меня за компанию. И вот на такой прекрасной ноте мы едем домой. Мы поехали домой. Жить свою прекрасную жизнь дальше. Юля меня привезла. Я покраснела, потому что что-то мне, оказывается, жарко стало. Я тепло оделась. И в машине было жарко. Все, иду домой. Я уже практически зашла домой. Но дома никого нет. Они все у Лехи. Пойду к ним. Я посмотрела на часы, а время полтретьего. Я говорю, уже полтретьего. Юля говорит, ну да, ты сколько думала? Я думала 12 по ощущениям. В общем, мы прям загулялись. Хотя я сегодня хотела еще помонтировать видео. Вчера ничего не выкладывала, сделала себе выходной. И сегодня, думаю, точно надо выложить. Но сейчас иду к Лехе. Не знаю, сколько мы там пробудим. Так что, наверное, опять сегодня ничего не выложу. Сейчас посмотрела. Мы с Юлей 10 километров прошли. А прошлый наш поход был 17 километров. В этот раз поменьше, но с удовольствием. А кто меня тут встречает? Что-то тут какая-то тусовка. Салатиками пахнет, как на день рождения. Лера нам концерт дает. Все, сынок, домой. Мама хочет домой быстрее уже. Почему ты мне писал? Значит, ты про меня вспоминал. Ну, а если против... Всегда вспоминаю. Как я про тебя не буду вспоминать? Я у Лехи взяла вот такие рецепты. Он в HelloFresh заказывает себе еду. Ему там продукты все-все привозят. И есть и веганские рецепты. И вот когда нет идей, что готовить, можно вот отсюда брать. Видите? Веган. Он тоже такое всякое кушает. Говорит, очень вкусно. Вот это блюдо, кстати, я помню. Я его готовила. Мы тоже как-то заказывали. Я дома так хорошо. Сейчас вкусненько еще покушаем и будем отдыхать. Витя испек хлеб наш домашний на закваске. Приготовлю пасту из нашего лука-порей. Мы его вырастили на огороде. Вчера сорвали и сегодня уже будем готовить. Я использую только белую его часть. Она самая нежная. Разрезаю напополам. И потом еще раз напополам. Теперь нарезаю. На сковородку отправляю чеснок. Сюда же мой лук-порей. Добавлю немножко орегано. Немножко розмарина. 300 миллилитров воды. И оставляю тушить под крышкой. В отдельную чашку я теперь добавляю 60 грамм орешков кешью. 200 миллилитров воды. Столовую ложку сырных дрожжей. Чайная ложка соли. И зубчик чеснока. Сейчас блендер освободится. Пробью все это в блендере. Я поставила воду под пасту. И сейчас отварю еще пасту. Сливочную часть пробиваю блендером. Теперь вот эту сливочную часть я отправляю к луку-порей. Благодаря кешью соус у меня загустел. Если вы еще ни разу не пробовали этот соус, просто попробуйте. Он божественный. Особенно с пастой. Вот эту вкуснейшую пасту обязательно приправьте черным перцем и петрушкой. И это будет идеальное сочетание вкусов. И наш домашний компотик. Это Витины самые любимые макарошки. Он их всегда просит мне сделать. Чтобы каждый день бы их ел. Каждый час. Смотрите, что тут Мирон решил приготовить. Он же собрал на огороде какие-то зерна. Он говорит, я хочу муку делать. Похоже, да, Мирон, уже на муку? Как ты считаешь, у тебя мука получилась? Да. Я же варила тыквенный суп на днях. И у нас остались семечки тыквенные. Они у нас высохли. Мы их обжарили. И сейчас с Мирончиком кушаем. Я еще запрыгнула в последний вагон. И умудрилась еще смонтировать видео. Два часа просто сидела. Но я доделала. Не хочу это откладывать на завтра. У нас время уже полвосьмого. Еще есть полчасика-часик посидеть с семьей. Посмотреть телевизор. И потом уже пойдем ложиться спать. У нас уже без двадцати девять. Вечер подошел к концу. Вышла с вами попрощаться. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Спасибо большое за ваши просмотры, за вашу поддержку. Я бесконечно вам благодарна. Обязательно увидимся в новом видео. Пока-пока.